а у ребята ну и что ж у нас появились в ангарах роботы титана я еще пока с ними на видео не знакомился но зашел решил посмотреть что к чему и нечаянно не выполнил то задание которое было указано игрой где надо было по прокачать самого титана а прокачал пушку пунишем в общем опять надо копить эти платины чтобы выполнить это задание от разработчиков а сейчас на официальную страничку контакте выскочил тофсла и тофсла как со своего репертуаре наполеоновские ноздри аля на смерть тофсла молодец я тебя в предыдущий раз со стенам маленечко перепутал несколько игроков только нашли разницу один кто-то узнал тебя по ноздрям в общем начнем ребята видеоролик от тофсла это видеоролик у нас называется титаны и новогодние события уже 3700 просмотров сегодня в 1742 обновление 56 интересно да сегодня а я только сейчас заметил здесь почему потому что на официальной группе только сейчас это на стенку повесили я так думал мне так кажется но я могу ошибаться ну что же давайте послушаем что нам рыженький тофсла рассказывает титаны и новогодние события все это в очередном обновлении у робот мы уже немало рассказали о титанах в этом этом и этом видео очень рекомендуем посмотреть а здесь расскажем о титанах паре слов титаны огромные титаны могучие вызвать и титаны как только заполнится шкала готовности нажмите на кнопку эту и полетели самое важное вы получите первого титана бесплатно как только достигнете 30 уровня хотите узнать больше посмотрите эти видео вот эти серьезно они классные ну или просто начните играть вы и так сему научитесь на практике дальше новогоднее событие думали мы забудем о новогодних праздников со всеми этими титанскими делами конечно нет вот что мы приготовили подарочник или gift bringer фенриер не знает пощады приносит не только подарки но и страх и ужас для тех кто вел себя плохо в этом году дополним этого фенрира вторым легендарным пилот николас водансон филантроп изобретатель и немного супергерой время предыстории вы могли не знать но именно николас водансон изобрел легендарные покраски для роботов которые делают их крепче водон paint jobs покраски на любой каприз нового фенрира пилота и горы мощной экипировки вроде лич и креогенных пушек вы можете получить во время события выполняйте ежедневные задания получаете монеты открываете сундуки все там так новый год на носу приготовьтесь и как обычно полный список изменений вы можете найти на сайте war robots тир печи и шок трейн стали мощнее в этом обновлении но есть и другие изменения и вот на этом точно все не забудьте подписаться на нашу страничку вконтакте чтобы быть в курсе новостей и ничего не пропустить удачной охоты командоры и с наступающим обалдеть здорово мне нравится вообще здорово так где у нас подробнее об изменениях а вот мы туда ребята сейчас и отправимся war robots 5.6 обзор обновления ключевое нововведение титаны титаны новые разновидности роботов вы можете использовать их один раз за битву кстати хочу сказать что ребята уже жалуются на титанов но в плане не том что у вау а в плане что за хрень серьезно сходить в комментарии почитайте у меня в группе у баратухи это на крупнее мощнее чем обычный робот это ваш козырь который позволит вам обернуть ход битвы в свою пользу если вы грамотно и его разыграете титана становится доступна на трезатом уровне профиля как только вы его достигнете вы бесплатно получите первого титана кит начать использовать им вы сможете сразу же титаны выходят с рядом сопутствующих нововведений платина это новый ресурс используемый для покупки титанов их экипировки а также для улучшения титанов на текущий и улучшения экипировки на текущий момент вы можете получать платину за ежедневные задания на текущий момент пока что в будущих обновлениях мы планируем добавить больше способов добычи платины трехсторонняя система улучшения и уши на уши титана вы можете выбрать между усилением корпуса что увеличивает его прочность двигателя что скорость увеличивает и ядра способности системы поддержки вы можете улучшать все сразу или выбрать что-то одно и вернуться к остальным параметрам позже это ребята типа да на самом деле это типа в натуре так оно и есть я уже заходил смотрел титана мгновенного улучшения все улучшение титанов происходит мгновенно никаких таймеров вот это круто это круто а значит получается у нас донатер сейчас все купит быстренько все улучшит и нам крышка экипировка титанов использует пушки двух типов альфа мощные и определяющие стиль игры и бета не такие мощные но куда более гибкие бла-бла-бла короче все это вы можете прочитать я уже читал неинтересно способность у артура это боец титан на время активирует альфа орудия а также усиливает стройную защиту снижающий весь входящий урон то есть фалькон типа фалькона ребята да или типа фантома способность став титана из испепеляет пространство вокруг себя повреждая всех противников оказавшихся поблизости ни один щит не способен защитить от такой атаки ну в общем если я решил на фантомик подойти к киду то лучше не подходить он меня сожгет то есть там расстояние там 100 метров или сколько там артур кстати тут написано артур этот танк танк способность там полах вот какой-то титан переводит щиты из бокового положения по фронтальная пока титан защищен от фронтальных атак его скорость передвижения снижается на 20 процентов способность blast wave то есть вторая титан активирует сейсмический импульс который отбрасывает и повреждает всех противников оказавшихся вокруг ну что же хочу сказать ребята и вот этот вот эти все роботы все 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 титаны они будут имбами на ракетном вооружении вот там есть пулеметы плазма и ракеты плазма она ну да пока ты перебегаешь от здания здания плазма тебя быстренько за чпока и да а вот ракета они могут тебя чпок и даже если ты находишься за зданием подошел к углу и ты уже чпок на и то есть этот робот стоит выше стреляет дальше 600 метров в оружие чу ништяк их до него добежишь ребята придется толпой валить одного бота ауминка это роль тоже боец способность dragonflate титан переключается между двумя конфигурациями в наземной действует усиленность 6 системы защиты на активное только альфа-орудие полете активируются все ради на системы защиты работает в базовом режиме полете активируются все оружие на системы России работать в базы режиме вот так вот а ходишь пешком у тебя есть усиленная защита способность 2 при активации титана некоторое время восстанавливается часть своей прочности вот так новогодние события вот что нам интересно новогодние события это вот этот дед мороз это дедушка мороз борода из ваты это пилот на фенрира вроде бы на фенрира пилот вроде бы как бы ну тут написано особые сундуки выполнять ежедневные задания получайте жетоны открывайте специальные поставки ну как обычно вы можете выигрывать топовых роботов криогеновые пушки а также gift bringer фенрира кэнди виппер и легендарного пилота для фенрира особый робот и орудия gift bringer фенрир и кэнди виппер новый легендарный пилот николас воденсон финна фенрира и новые покраски так ну и дальше обновление баланса усиленный тур и фенрир лучшие игроки на филе ртворя чудеса на этом рагна роботе активно сменяя форму прямо во время перестрелки мы заметили насколько эта техника популярна и считаем что ей место жить а усиленных а еще так фенрира тут еще смотрите вот написано испускает дополнительный ремонтный импульс после активации режима щит восстанавливать на 10 процентов быстрее усиленный хаечи и кумихо вслед за усилением бульгасаре в прошлом обновлении мы проводим похожую манипуляцию с хаечи во-первых ускоряем перезарядку способности чтобы вы могли активнее маневрировать во вторых добавляем 15 процентов прочности энергетическому счету что бред это поможет вам против сборок на кинетическом и ракетном оружии включая новые криогеновые пушки а еще откат способности с 15 секунд стало до 13 секунд прочность счета с 59 до 67 тысяч плюс 15 процентов это было кумихо прочность 150 до 165 плюс 10 процентов добавили виапон оружие драгуны марку маргус их хасар усар эта серия пушек показывает себя не так здорово как другие орудия для средней дистанции так что мы слегка их подтянули бла-бла-бла маргу лесу дали урон плюс 10 процентов хусару плюс 10 процентов драгуну плюс 5 процентов оружие драгун странно я думал драгун драгун это тяжелое вооружение она нехило так всем наводит большие плюхи раздает но тут ведь и его решили апнуть плюс 5 процентов усилен также еще блэйс такое оружие огнемет на этот класс огнеметов чувствуя отлично только легкий выделяется попасть из него ощутимо сложнее из-за более узкой зоны поражения и тот момент что блэйс чаще используется на быстрых роботов держать цель ничуть не помогает поможем ему урон от каждой частицы 263 плюс 276 плюс 5 процентов и область поражения кстати увеличили вот так бы блин всегда да где-то улучшили где-то а так и понимаете блэйс как бы народом не пользуется блэйс и они его а по и тут например есть оружие триденты народ пользовался раньше они его понерфили вот например да много оружия которого народа есть его взяли и понерфили а вот такие вот пушкик блэйс который наносит меньше дамаг чем те же дробаши ему что-то там повышают на фига спрашивается выравнивают чтобы он тоже был в игре до согласен чтобы его тоже покупали прокачивали усилен шок трейн когда-то шок трейн был самой популярной пушкой бла-бла-бла зарядов сделали из шести пять штук время перезарядки на один заряд уменьшили 9 на 8 урон от одного заряда повысили на 10 процентов ну теперь оружие будет как говорится заряжаться быстрее и стрелять на 10 процентов больше технические правки справлена ошибка из-за которой щит ансен тур нельзя было разрушить то есть да действительно тот тур у которого и вето вы тур у него не был щит разрушил не был щит пробивая это была была проблема мне писали ребята братуха у нового тура который в операциях не пробивается щит из только пробивать сверху можно сверху на что я ничего не мог ответить проверить или этого не мог сейчас они это исправили то есть я не имею отношения ни к этому не к тому в общем такие вот интересные у нас поправки а мне очень бы хотелось бы узнать от человека у кто вот эту статью писал воробоц да воробоц а вот кто писал я не вижу что кто бы то тут подписался но я надеюсь тот человек который это пишет пожалуйста в следующий раз отпишись или вообще напиши где-нибудь трогаете ли вы за последнее время серебро за бои а то ребята очень много стали жаловаться что серебра урезали вы можете это сделать вам никто этого не помешает сделать и вы самое самое противное можете это сделать за глазами у игроков за их спиной а слабо сказать в глаза там и там порезали да теперь меньше получать будете слабо глаза сказать боитесь что последние игроки уйдут я ни на что не намекаю вернее я намекаю но прямо я сказать не могу потому что сам не знаю чего почем но вот люди говорят а хотелось бы послушать еще от вас люди вносят а вы вот отвечайте люди спрашивают а вы отвечаете я надеюсь вы ответите не так уж это и сложно взять и ответить трогаете ли вы серебро полученное за бой или не трогаете потрогали или не потрогали с вами был братуха и тосла его робот 56 обзор обновления тем ребята пока пока увидимся на поле боя